Представители знака Зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события на пороге марта. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца. Три главных события. Энергетика же марта призывает нас быть более милосердным к самим себе, к собственной душе. Позволит себе ошибаться и идти дальше, чтобы не было какого-то стопора, мои дорогие. Преодолевать условности, проживать эмоции более спокойно и осознанно, чтобы нас, опять же, что-либо не останавливало, даже какие-то непредвиденные события. И в дальнейшем, чтобы определить правильные и более удобные, может быть, и выгодные дороги, пути или направления. Энергии марта могут напоминать эмоциональные качели, которые в первые пару дней месяца могут нас воодушевить. Но последующие подталкивают действовать импульсивно. Такая волнообразность наших эмоций может сохраняться в течение двух-трех недель марта. Ситуация несколько выравнивается к дню весеннего равноденствия 20-21 марта. И с 25 марта начинается коридор затмений. С лунного затмения в весах. Этот баланс пробудет ориентировочно до 8 апреля, когда будет новолуние и солнечное затмение в знаке Овен. Последующий месяц, апрель, забегая немного вперед, с учетом коридора затмений в знаках лунных узлов. Мы знаем, что у нас сейчас ось Овен-Весы, мои дорогие. И вас это, ну, как-то вы можете прочувствовать наиболее остро. И где-то, начиная с даты 8 апреля, нас могут озадачить неожиданности или метаморфозы. Это может означать, что в апреле нам придется либо в чем-то определяться, либо делать какой-то важный выбор. Но пока мы смотрим в разрезе одного месяца марта, мои дорогие весы, давайте посмотрим, как видят карты один из альтернативных вариантов развития событий для вашего знака. И узнаем, что придет, что уйдет. Три карты достанем и после раскроем их. Чем дело кончится, чем сердце успокоится. И я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И вы какую-то свою возможную ситуацию сумейте просчитать, как будто на пару шагов вперед. Это полезный навык. Нас тогда ничто не застанет врасплох. Мы словно готовы к тому, что в любой момент что-то может пойти не так. Ну, это вся наша жизнь такая, не, она не может быть полностью предсказуема. Итак, что же для вас придет? А что уйдет? Может быть, и вы от чего-то окончательно откажетесь? Или какое-то событие, связанное с тем или иным, или с той или иной сферой деятельности, может быть, и с человеком. Тоже как будто вас оставит или оставит в покое. Такое тоже может быть. Три главных события. Достаем три карты. Что же придет? Семерка Пентакли. Здесь нет торопливости. Здесь спокойствие, уверенность. Или ваши действия будут продуманы слаженными, направленные на укрепление своих собственных позиций. И вы как будто знаете, что вам делать. Нет, знаете, вот этой какой-то неопределенности. Нет того, что может поставить вас в тупик. Единственная карта может говорить, что придет. Может быть в чем-то задержка или пауза. Но как будто по семерке Пентакли это будет связано либо с обстоятельствами, или с людьми и обстоятельствами жизни этих людей. То есть это то, чего мы не сможем изменить. И какая-то пауза неизбежна, может быть и так. Или заминки, задержки. Что же уйдет? Я не могу сказать, что здесь будет как-то кардинально меняться ситуация по сравнению с февралем. По крайней мере, судя по этим двум картам, обе Пентакли вы. У вас холодный расчет или просчет. Или изменить свою финансовую составляющую. Или решить вопросы, связанные с финансами. Может быть у кого-то из вас в вашей судьбе есть такой человек, который рожден под знаком зодиака, стихии, земли, телец, дева, козерог. Или имеет там асцендент. По этим картам проходят люди, которые надежные. Это люди, которые создали себя сами. Когда надеются сами на себя. Но где-то, вы знаете, размеренный период жизни марта, несмотря на то, что планетарно для нас, тут могут быть турбулентности. Я бы не сказала, что есть какие-то внезапности. Или вот те сложности, когда мы стоим перед сложным выбором, как я сказала, до карт. Ну, мы сейчас раскроем по событиям карты. Но, судя по этим двум картам, вы управляете полностью ситуацию. Если стоит на повестке дня что-то использовать или какие-то возможности, вы их как будто и не упустите. А если нужно принять вот такое мудрое решение, и себе не навредить, так как сделать, может быть, вам удобно, то тогда у вас это тоже в ваших силах все получается. Давайте мы откроем события. А вот здесь идут по карте император согласования. Или, может быть, обращаться в высокие инстанции представителям законной власти вам придется. Но, опять же, я не могу сказать, что это внезапность. Значит, мои дорогие весы, вы что-то как будто уже предвидите. Вы это знали. Или есть какая-то ситуация, может быть, уже в прошлом, не нова, когда вы знаете, что да, мне придется согласовывать, подписывать, оформлять какие-то документы или куда-то отправиться, значит, вопросы какие-то проговорить, может быть, тут все идет своим чередом. Для кого-то из вас эта карта может означать смена вашего статуса. Это карта власти. И, как я уже сказала, это вы можете где-то с провластными, как и структурами, так и людьми взаимодействовать. Но еще и ваш статус может меняться. Или направление в сторону, я буду делать карьеру, например, да, вы можете так решить. Или какое-то мое дело, может быть, это творчество, среди вас много творческих людей. Значит, все равно через творчество вам хочется изменить статус. И у вас это получается. Вообще карта власти, если мы говорим, это власть в ваших руках, мои дорогие весы. И здесь больше возможностей. Давайте мы раскроем эту карту. Хотя для кого-то из вас личная жизнь. Почему нет? И тогда по этой карте это тот партнер, который, ну, где-то привык думать и действовать так, как он сочтет нужным. По императору есть два мнения. Мое и неправильное. Вот где-то так. Кто знает, может быть, это и вас захватят такие тенденции или энергии, когда вот не хочется даже сворачивать с намеченного пути. Я могу это предположить, судя по этим двум картам. Как будто вы уже с чем-то определились. Вы точно знаете, куда вы не пойдете. Вот, наверное, это самый важный пункт. Или что я не буду продолжать. Вот такие ориентиры вы себе уже наметили. Итак, чем дело кончится? Какой бы вопрос тут ни стоял. Какой-то правдой, значит, как и с человеком конкретно вы можете добиться окончательного либо решения, либо для себя просветить, как будто найти недостающую информацию по вас интересующему вопросу. Если у кого-то, я могу предположить, я могу предположить, слушание даже в судах, например, или медиаторство, или какие-то разбирательства, но вы настроены очень рационально по пажу мечей. Правда и ничего, кроме правды. Может быть, и есть какая-то ситуация, которая затянулась сверх меры, и вы тогда готовы будете уже завершить, лишь бы вас что-то не тянуло назад. Сердце чем успокоится? Тем, что постепенно все встает на свои места. Или сердце успокаивается тем, что я теперь вижу рационально жизнь и свои возможности. У кого-то это могут быть вопросы, которые, возможно, вы решаете по поводу своих детей, обращаясь тоже в высокие инстанции. Давайте чем сердце успокоится? Правда успокоится. Иногда по Атузу Пентакли как помощь высших сил или наши возможности. Важное известие, важный документ, который вы можете получить с учетом тем более карты Император. Получение денег, сердце успокаивается, как будто по финансам не будет проблем или есть возможность закрыть какие-то финансовые вопросы. Все в вашей власти. Вот может для кого-то из вас это означать еще и те деньги, которые задерживались. Все же финансовый вопрос не случайно нам говорят первые две карты. Он будет наиболее актуален в течение марта. Давайте мы достанем карту совет. Все должно быть по справедливости. Все должно быть в балансе. По сути, ваша где-то карта в том плане, если нам говорят о душевном равновесии и сохранять все чудеса дипломатии. Это ваша сильная позиция. Себе самому, кстати, не навредить. И если паш мечей выпадает, мои дорогие весы, и правда вам надо какие-то согласования провести, или вы ставите куда-то свои подписи на каком-то документе, или свои личные печати, не должно быть просчета. Здесь нужно точно знать, как в отношении меня работает закон, чтобы не попасться на какую-то удочку, просчитать, быть действительно реалистом, чтобы с одной стороны себе соломки подстелить, с другой стороны, не начать участвовать в том деле, которое в последующем словно вернуться может, как обратка какая-то прилететь. И мы тогда будем сожалеть, что на что-то согласились в прошлом. Вот здесь просчитать до мелочей. Скрупулезно где-то так. Но возможности у вас кардинально что-то изменить в своей жизни определенно будут. По крайней мере, по поводу, может быть, денег, заработка или построения карьеры. Здесь больше вашего влияния, понимаете? Более ваша сильная позиция. И где-то из короля Пентакли или вот из ресурсности, которую вы себе, может быть, отстроили в прежний период, вы будете задумываться, а как идти дальше. То есть нет стопора. Здесь развитие и, как я уже сказала, смена статуса у кого-то может быть и через деньги. Но будьте все же внимательны. Надо и самому, когда выпадает эта карта, это ведь все-таки мы совет смотрим, действовать согласно закону. Когда мы видим эту карту, я обычно всегда предупреждаю, не нарушайте даже в малом закон. Даже улицу, казалось бы, пустяк, но переходить нужно в том месте, где положено, а не где всегда. А если вы за рулем авто, не превышайте скорость. Вот это имеет значение. Два старших аркана. И если мы уважаем систему иерархии, если мы уважаем закон, он тогда нам помогает, он тогда нас как будто поддерживает. А если и с чиновниками высокого ранга придется вести какие-то переговоры, вы с ними словно на одной волне. Вот, видимо, ваша рассудительность, умение, ну, остро оценить и быстро обстановку, себе где-то не навредить, может быть, где-то и уйти от ненужных вопросов, споров, прений, чтобы не осложнить себе жизнь, чтобы какой-то ваш проект осуществился. Правда. Тут с учетом двух старших арканов это может переграться где-то и в личной жизни тоже, как возможности. И тогда все то, что я сказала, будет применимо и к личной жизни тоже. Второе событие. Ну, наверное, можно заканчивать наш прогноз, карта солнца, мои дорогие, карта радости, удачи, счастья, возможностей, карта выбора правильного направления. Последующие шесть месяцев будет очень важно заниматься только тем, что для вас перспективно. Все, вот точка. И может быть, вот это неспешность в течение марта. Правда, я иногда называю семерку Пентакли карта перезагрузки. Вся активность происходит в шесть стадий. Почему в картах Таро всегда шесть? Это как победа. Какой бы масти карта ни была. А следом по нумерологии идет семь. Это вынужденная пауза, чтобы словно отдышаться, осмотреться вокруг, правильно оценить обстановку, обстоятельства, людей, все что угодно. И наметить уже новые шаги с учетом того, что обстоятельства могли измениться или ситуация, но как-то тоже ее нужно скоординировать. Но, безусловно, карта Солнца – это когда наши возможности сами по себе, которые мы не должны упустить, мои дорогие весы, чем дело кончится. Все-таки по сценарию мы посмотрим. Вы будете на выборе. И вот из этих двух жезлов нужен, должен остаться один. Может быть, дело кончится, если мы говорим, оно где-то в марте не закончится. И правда, по карте Солнца нам ведь про полгода как минимум говорят, а то и до конца 2024 года. Поэтому, как и ориентиры, надо брать четкие. Так где-то придется сделать вам выбор, мои дорогие весы. Может быть, еще в течение марта вы будете словно пытаться и вашим, и нашим. Чем дело кончится? Не заканчивается оно в марте, оно продолжается. Но, может быть, вот эта дуальность или правильное взаимодействие еще в течение марта совершенно необходимо. Не должно быть поспешных решений, мы говорим. Но это всегда ведь возможности. Для кого-то из вас чем дело кончится? Подготовкой к переезду. И такое может быть. Или к тому самому выводу, выбору или соломонову решению. Но это должно быть, знаете, как продумано и потом уже как будто без сожаления. Вот нам первый ряд карт об этом как раз сказал. Чем сердце успокоится? Знаете, я не могу сказать, что сердце успокоится, но успокоится тем, что иллюзии, может быть, все спадают. Это карта отчасти ловкого манипулятора, когда вы должны забрать свое. Основное значение по этой карте, хоть и называют семерку мечей, карта вора. Да, внимательным нужно быть. Как паролем, аккаунтом, к сумочкам, к платежным электронным системам. Это все правильно. Мы себя страхуем. Но карта все-таки в основе своей, говорят, забери свое, то, что по праву принадлежит тебе. Может быть, придется вам быть где-то манипуляторами, придется вам хитрить, я вам прямо скажу. Но это для того, чтобы не упустить что-то для вас важного. Люди могут тоже где-то обманывать, или ситуации могут быть такими скользкими, а вам в сторону вашего солнца. Поэтому, как ни крути, подмечать какие-то тонкости, шероховатости. Все будет важно. Может быть, как раз для того, чтобы из этих двух жезлов остался один. И вот в таких разных энергиях где-то предполагать, что люди могут сказать одно, думать второе, а действовать совершенно по-другому. Не так, как они транслируют. И быть готовым где-то к неожиданностям. Это будет не просто помогать, а сердце этим успокаивается, что да, вы на эту волну настроены. Вы настроены вот на такое разношерстное взаимодействие с людьми, или на многоликое проявление человеческих эмоций, или то, что люди могут с вами хитрить. И тогда вас сложно застать врасплох, правда. Карта совет. Вам совершенно необходимо быть вот в таких энергиях, которые я подробно перечислила. Колесо фортуны. Да, в этой колоде эта карта говорит о том, что что-то в жизни помимо нас самих меняются, обстоятельства меняются, возможности. Именно в возможностях тут весь фокус, потому что чего-то не упустить. Более добрая карта в этой колоде. И она говорит, что придется действовать вам быстро, исходя из ситуации. Чего-то вы не сможете отложить на потом, потому что даже какая-то мелочь может иметь на будущее большое значение. Внимание к деталям. И вот этот штурвал жизни или, да, вот эту рулетку судьбы вам нужно держать крепко, ближе к центру. Как будто если мы что-то отложим на потом, завтра нам чего-либо не предложат. Или изменится ситуация, и мы упустим момент. Но вы словно во власти обстоятельств можете быть, при том, при всем, что вы-то как раз ситуацию контролируете полностью. У вас сильная позиция. И даже если будет желание расслабиться, как будто нет от ваших приложенных усилий, стоит что-то очень важное на кону вашей жизни, как совершенно новое качество жизни. Качество жизни – это, знаете, то где-то сродни, о чем мы мечтаем. Но, видимо, вот сделать эту мечту былью или сначала переложить в твердое намерение и составить себе тезис-план, и тогда для вас нет ничего невозможного. Пространство вам будет подыгрывать, но для этого надо вот как по семерке мечей быть готовым к тому, что альтернативный какой-то вариант появится. Или вы планировали одним способом действовать, а тут как будто пространство опять же или обстоятельства, назовите как угодно, вам предлагают другой какой-то вариант решения вопроса или каких-то новых путей или новых возможностей, и от чего-то не отказаться будет важным. И третье событие для кого-то из вас это личная жизнь, это карта радости, комплиментов, вдохновения, подарков, мои дорогие, воодушевления. И вообще нас приглашают, может быть, даже куда-то отправиться, романтическое, может быть, путешествие, или вы будете планировать. Для кого-то из вас может быть переезд долгожданный, который тоже сопряжен вот с этими радостными эмоциями, но где-то и надеждами сама по себе карта, она не говорит о том, что это какое-то надежное продолжение будет, которое нам как будто уготовано, нет, тут все будет зависеть от нас самих, но радость как будто в марте определенно будет. Давайте мы раскроем и это значение. Чем дело кончится? И нам снова про правду по рыцарю мечей, опять же рыцарь, видимо, как минимум к концу месяца что-то будет меняться, а может быть и прежде, с учетом все-таки колеса фортуны, действительно придется куда-то отправиться, может быть, вышестоящие инстанции. У кого-то это подготовка декларации, у кого-то согласование по документам, подписание документов, о чем говорит карта, где-то пересекаясь с пожом мечей из первой позиции, что правда тут не время эмоциям, и где-то вы можете столкнуться с людьми сложными, которые говорят вам одно, правда, или пытаются вас склонить к своей какой-то теории или к тому, как человеку удобно будет, чтобы вы поступили, а карта говорит нет, и ты все просчитай, ты не имеешь права на ошибку, у тебя не должно быть розовых очков в течение марта, иначе ты соскользнешь не в те эмоции, как, например, эмоции могут быть по этой карте со знаком минус, почему так говорю, пусть в другой колоде, но есть такое значение бунтарь без причины, и это проходят те люди, которые в нашу жизнь врываются с каким-то скандалом или с выяснением отношений, чем дело кончится, правда, это может быть как последняя капля, но с другой стороны, нам ведь могут что-то предложить такое, которое преподносится нам как продолжительный какой-то успех, а если мы просчитаем или найдем дополнительную информацию, мы понимаем, что и нет, нам туда не надо, поэтому будьте прозорливы, внимательны, все же мечи это ваша карта, это ваша стихия, воздух, это мысль, это интеллект, и благодаря интеллекту вы и будете принимать правильные решения, или видеть ситуацию по отношениям или предложениям, чем сердце успокоится, тут действительно пространство, ангелы, вселенная, как будто за вами наблюдают, контролируют, пытаются вам помочь, карта перехода, и если была вот эта раздвоенная ситуация, то теперь прошлое как будто и вы отпускаете, да и оно само словно пытается от вас оттолкнуться, карта избавления от боли, карта избавления от страданий, какая-то прежняя история или прежний этап жизни, который разочаровывал, у вас просто заканчивается, и на смену приходит вот эта радость и вдохновение, совет, что же это может быть, тут может быть любая история, честно говоря, но судя по рыцарю кубков, ваша личная история, карта праздника выпадает, тем не менее, в совет, и в целом это можно просчитать, что поставьте себе задачу, мои дорогие весы, я должен или должна быть счастливой, счастливой, в моей жизни должен быть праздник, я не просто так живу, потому что чьи-то там амбиции или чьи-то желания исполняю, нет, самое главное, мои какие-то желания, цели должны быть исполнены, я живу для радости, и если мы об этой радости не думаем, она тоже где-то проходит мимо, позволь себе праздник, нам буквально говорит карта, где-то какие-либо вопросы могут решаться сами по себе, но не совсем, конечно, сами по себе, но может быть, это та ситуация, когда вы уже что-то предприняли, и последние аккорды, это как, знаете, к примеру, ну вот, допустим, машина, говорят, государственная, да, или вот эта система, по которой оформляются те или иные документы, часто мы сталкиваемся, что мы должны правда что-то подождать, пока будет как готовность документов, или какой-то период, может быть, более подходящий, вот здесь что-то у вас происходит в том значении, что время пришло, и сменить какие-то разочарования, мои дорогие, не оглядываясь назад, не думать, что какую-то ошибку я словно снова повторю, да, опыт это сын ошибок трудных, но если мы застреваем в каком-то негативе, мы ведь не видим этой радости, и карта настойчива, посмотрите, две практически карты кубковые, нас как будто уводят от каких-то разочарований, и карта страшного суда, это старший ракан, как будто говорит, что сама вселенная вам помогает, интересный расклад, может быть, карты как раз третьей позиции, говорят, не оставь личную жизнь на потом, или какая-то история, которая вас вдохновляет, не стоит от нее отказываться, может быть, мои дорогие, не строя перед собой далеко идущих планов, учиться радоваться в моменте здесь и сейчас, получать вот это вдохновение для вас, мои дорогие весы, ну, это для всех важно, а вы люди творческие в большинстве своем, пусть даже вы самим творчеством не занимаетесь, но в душе все равно вдохновение, все же управитель, это Венера, это богиня красоты, благополучия, изобилия, процветания, она вам помогает быть счастливым, вот и вы где-то учитесь радоваться моменту, даже если ну, как-то не все так радужно или с какими-то задачами протекает в течение марта, но вот это воодушевление, оно вам добавит сил, а в последующем будет и праздник более глобальной вашей жизни, именно потому что словно ангелы-хранители наблюдают и желают вам самого лучшего, перекладывайте на себя мои дорогие весы и будьте счастливы, будьте любимы всегда.